Добрый день, друзья! Сегодня Всемирный День Дружбы. Праздник есть, а дружбы в мире как-то маловато. Ну, смотрим, что в Одессе было за эти сутки. В одном из районов Одессы чиновники местные за счет субвенций подключили к интернету детский садик. Молодцы чиновники, хорошее дело. Но потом оказалось, что, оказывается, садика не существует. Так что чиновника сейчас возьмут за одну точку и будут привлекать к какой-то там ответственности. Одесская таможня сообщает, что таможне было изъято 14 тонн нижнего белья женского. А все потому, что перевозчик не декларировал это белье нужным образом. Он указал стоимость в два раза меньше реальной. Поэтому я думаю, что в ближайшее время это белье появится в магазинах конфиската. И одесские барышни смогут носить женское китайское белье по ценам гораздо ниже, чем реальное. Одессита оштрафовали за нарушение правил дорожного движения. Причем это было неоднократно. А потом выяснилось, что, оказывается, одессит находится в Европе. И его автомобиль не выезжал из гаража около шести месяцев. И когда стали проверять, что же это за автомобиль такой, который нарушает постоянно, выяснилось, что один из одесситов ехал на машине длительное время с поддельными номерами. Поэтому все штрафы приходили на этого одессита, который находился в Европе. Еще одно сообщение из полиции. Задержали банду. Банда состояла из четырех человек. Три мужчины и одна женщина. И эти ребята, они промышляли по квартирам. И их задержали на квартире, где они вытащили сейф с деньгами, нанесли убытки 200 тысяч гривен хозяину. И в итоге их по горячим следам задержали. А все эти друзья были, оказывается, из Черноморска. И еще одно сообщение от правительства Украины. Было принято решение о помощи пенсионерам и другим малоимущим гражданам, там есть соответствующее разъяснение, что они могут получить финансовую помощь от международных организаций в размере 2220 гривен в месяц на протяжении трех месяцев. То есть в итоге должны люди получить 6660 гривен. Это при условии, что раньше они такую помощь от других финансовых организаций не получали. Так что, друзья, кто еще не получал помощь от других организаций, заходите на сайт, ищите в интернете регистрацию, и там можно заполнить соответствующую анкету. И еще одна новость. Сегодня в Одессе в 3 часа ночи были слышны 3 взрыва. Причем взрывы такие удаленные. Но когда жители стали жаловаться, что кто-то слышал какие-то взрывы, а тревоги не было, командование сообщило, что оказывается это были учения террабороны. Так что жители могут не переживать. Это все новости за сутки. Сегодня, друзья, в рассказах за Одессу поговорим о фестивале «Рыжий город». Дело в том, что многие одесситы и друзья Одессы, приезжие знают, что такое фестиваль «Рыжий город». Он проходит у нас обычно ко дню города. И это ориентировочно проходит в августе. В Одессе прошло уже 5 фестивалей. Последний из них был 28 августа 2021 года. Это еще до пандемии коронавируса и до войны. И какова же история этого фестиваля? Дело в том, что фестиваль был посвящен автору юморины Одесской Георгию Голубенко. И он написал книгу, которая называется «Рыжий город» или «Четыре стороны смеха». И вот решили одесские юмористы организовать такую акцию «Рыжий город», в которой участвуют все рыжие, которые могут прийти на парад. И не только одесситы, но и приезжие, и друзья города. Поэтому все приходили без ограничений. Единственное ограничение – это чтобы в душе у человека не было чего-то темного. То есть все рыжие, которые приходили к дюку, обычно возле дюка была регистрация, они проходили тест на рыжесть, и им выдавали там допуск к параду. А кто не прошел тест на рыжесть, то им давали парик рыжий. И если у человека есть рыжесть в душе, а как говорил Георгий Голубенко, что Одесса – это рыжий город, потому что рыжий – это наш цвет Одессы, солнечный. То есть одесситы – они солнечные. Поэтому если у вас было что-то рыжее в душе, то вы тоже проходили на этот парад только уже с париком. Всех рыжих угощали мороженым, а дальше шел парад, и от дюка они переходили уже в городской сад. А уже в городском саду начинались различные мероприятия. Там были и фестивали юмора, и фестивали фотографии, и картины. Там были выставки «У кого более рыжая картина?» и так далее. Там много всяких было мероприятий. Поэтому этот праздник у нас прошел уже в то время в пятый раз. И что интересно, что этот праздник подхватили еще и другие города. То есть после того, что Одесса его провела, многие города тоже подхватили и начали делать у себя аналогичные праздники. Поэтому в мире расширяется вот это движение праздника рыжих. И что интересно, на пятом фестивале праздника рыжих, рыжий город, там даже допускались рыжие породы собак. Так что у нас праздник расширяется. И что интересно, что первый праздник, город, рыжий город, в нем участвовало не более ста человек, а дальше уже пошли тысячи. Так что праздник, к сожалению, сейчас прервался. Но я надеюсь, что после окончания войны у нас это движение продолжится. Вот такая история этого праздника. Сегодня, друзья, мы поговорим о рыжиках. Но не о грибах, а поговорим о мальчиках, девочках, дяденьках и тетеньках. Все, кто имеет рыжий цвет волос. Но я сегодня выставил фотографии не только тех, кто рыжий по природе. Я выставил фотографии из рыжего города. Рыжий город, это у нас такой есть фестиваль. Он обычно посвящен дню города. И на этот фестиваль приезжают многие люди рыжие. Со всех сторон Украины, из города Одессы, из предместий, даже из-за границы приезжали рыжие. И обычно на таком фестивале выбираются рыжий королева и рыжий король. И идет парад по городу. Так что это, в самом деле, интересное действие. И вот некоторые кадры, которые я снял на самом фестивале. И кадры, которые я снял просто где-то мимолетно на улицах, где ловил хорошеньких рыжих. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok